Всем привет, это Крикоб, и пока мы ждём обнову в Роблокской блоке, сегодня я покажу все секретные предметы островов. Это предметы, которые были добавлены, но недоступны обычным игрокам, либо же предметы, которые находятся всё ещё в разработке, либо предметы, которые были отменены. Ну, а перед тем, как мы начнём, обязательно поставь лайк и подпишись на канал, и давайте начнём. Вот я сошёл в одну игру, и если что, эта игра сделана мной, ссылка будет в описании. Но что здесь есть, это все секретные предметы и слэш-предметы, которые разработчики планируют выпустить, либо же просто отменили. И начнём с тест-тотема. Это у нас тотем, который используется для тестирования тотемов, да. И если что, его прямо сейчас можно получить только через способ покупки. У меня есть видео, касающееся тест-тотема. Следующее, это у нас тест-чертёж. И если мы посмотрим на него, это тот же самый чертёж, что и обычный, но у него есть одна интересная фича. Его можно было получить как предмет с квеста во время обновления. Его потом убрали из квестов, но вот такой вот прикольный предмет. И его очень сильно передёпли, также его можно сейчас получить через трейдинг. Следующее, это у нас Legacy Food Processor. И это нереально редкий предмет. Есть один баг, с помощью которого его можно было получить. Сейчас его получить нельзя, и он прямо сейчас стоит миллиарды долларов в Скайблоке. Выглядит он как-то так. То есть, это у нас обычный вот такой вот станок с фиолетовой штукой наверху. Он прямо сейчас не выполняет никакой функции в Скайблоке. И следующее, это у нас тест-дерево. Я, если честно, не знаю, что оно делает. Это у нас просто тест-дерево. Следующее, это у нас тест-генератор. Это генератор, у которого есть максимальное количество энергии. Если его подключить к сети, то он будет производить 99999999999 бесконечность электричества. И, вау, это просто замечательный предмет. Если он будет в открытом доступе, то, уверенно, разработчики его удалят. Следующее, это у нас DV-трофей. И, кто не знает, кто такой DV, это очень клёвый ютубер Скайблока, англоязычный. Но я с ним договорился, то, что он мне даст несколько трофеев. Я ещё не уверен, когда. Но он мне их даст, и я их точно разыграю на своём канале. Может быть, через какие-то ивенты. Но его можно сейчас получить только от DV. У него их там где-то тысяч 10 штук, да? Но такой вот прикольный трофей. Я надеюсь, что я тоже получу свой трофей, крикюб трофей. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь произойдёт, но продолжим. Следующее, это у нас бедрок. И бедрок, это блок, который не позволяет тебе провалиться сквозь остров. Выглядит он как-то так, как в Майнкрафте его нельзя сломать любой киркой. Следующее, это у нас компакт-трава. Я не знаю, что этот предмет делает. Выглядит он как-то так, как будто блок травы обычный. Только у него очень низкое качество. Выглядит очень странно. Следующее, это у нас руды. У разработчиков есть такие инструменты, с помощью которых они могут просто куда угодно поставить. Например, алмазную руду, либо же песчаниковую руду. И эти предметы точно нельзя получить. Они только для админов. Следующее, это у нас портал кристалл. Я не знаю, что это за предмет. Он был в игре очень долго, с момента буфа коробного, может быть даже до неё. Выглядит он как обычный уголь. Его нельзя положить в сундук, нельзя скинуть. У меня есть видео, касающееся этого портала кристалла. В общем, очень прикольный предмет. Стоит также дорого. Следующее, это у нас айтем-порт. Я не знаю, что он делает. Мне говорили, что он ничего не делает. Я разговаривал с одними челиками. Он выглядит как-то так. И почему-то он относится к категории тотемов. Я не знаю почему. Это у нас просто вот такой вот белый блок. Он что-то делал со спавном. Я также помню, слышал. Я не могу подтвердить это на 100%. Это только слухи, которые я слышал. Следующее, это у нас портал, вип-портал и пропортал. Но это у нас блоки порталов. Ничего особенного. Следующее, это у нас белый диск. У нас в игре еще не было белого диска. Поэтому интересно, что он будет из себя представлять. Может быть, он будет проигрывать музыку старого Скайблока. Было бы очень клево. Следующее, это у нас промышленная ванник-машина. То есть, ванник-машина с вот таким вот конвейерным входом. Я думаю, то, что ее добавят в следующий, может быть, еще потом обнове. Ее обязательно добавят. Ее добавили совсем недавно. Как раз, когда добавляли новые ванник-машины, ванник-машины второго уровня. Следующее, это у нас конфетка Тафи. Я не знаю, что она делает. Может быть, она дает какой-то баф. Но она должна была быть в Хэллоуинской обнове. Следующее, это желтая конфетка. Она тоже должна была быть. Только у нас есть такой же вариант оранжевой конфетки. Следующее, это семена фасоли. Я знаю, когда их хотели добавить. Когда была летняя обнова прошлого года, когда добавили чертежи, хотели добавить семена фасоли. Но разработчики почему-то не добавили. Недавно я слышал то, что тоже хотели добавить, но почему-то не добавили. Поэтому это всё ещё остаётся загадкой. Следующее это у нас фасоль. Ну, это то, что мы получали с вот этих вот семян фасоли. Следующее это то, что я быстренько сделал. Это у нас все стадии роста фасоли. Если что, фасоль у нас растёт на трелисе. Это у нас первая стадия, это у нас вторая стадия, это у нас третья стадия и это у нас четвёртая стадия. Ну, либо же 0, 1, 2, 3. Выглядят они как-то так, и в конце мы могли получить фасоль. Следующий это у нас Джерри Кэн. Её также хотели добавить, когда у нас вышла обнова с грязными фруктами, овощами. Только добавили обычную синюю канистру. Я не знаю, может быть она у нас ещё будет когда-нибудь добавлена. Следующий это у нас грязный Старфрут. Ну, появился, когда у нас появились Старфруты. И Старфруты всё ещё не становятся грязными, что очень интересно. Следующий это у нас зелье, которое понижает урон. Его также хотели добавить в недавний обновь. Я не помню в какой, но точно хотели добавить. Вроде бы в скиллы. Да, вроде бы скиллы, но его всё ещё нету в игре. Это очень странно. Может быть я сниму про него видео. Следующий это у нас Клешня Скорпиона. Хотели добавить, когда вышла обнова со Скорпионами. Только почему-то у нас нету этого предмета. У нас есть обычная золотая клешня, но нету рубиновой и нету серебряной. Кстати, серебряную я такую не смог найти. Следующий это у нас мешки с деньгами. 10 коинов, 100 коинов, 1000 коинов. Они были добавлены, когда у нас появился банкир. Вроде бы он у нас был всю эту игру. Хотя я не помню, хотя я не помню. Но они что из себя представляли, это у нас деньги, которые можно было продать банкиру. И получить за это сколько-то там коинов. Мне эта идея очень сильно нравилась. Можно было раздавать деньги. Я так и не смог раздать сколько там, миллион коинов, тысяч коинов. Я с начала игры это очень сильно хотел сделать, но у меня это не получилось. Следующий это семена цветов. У нас есть обычные красные, есть также жёлтые, синие, были точнее. И также есть цветы. Красные, жёлтые, синие. И если кто удивлялся, почему они видят в Венник-машинах вот эти предметы, то это всё потому, что они у нас есть. Или это всё потому, что они у нас всё ещё остались в Венник-машинах. Они там записаны. Они не были никак удалены. Я бы хотел иметь такую Венник-машину. Также ещё ключи. Ключи это та же самая ситуация. Сейчас ключей нету. Я их не хотел сюда вставить, потому что это было бы... Ну, это было бы глупо. Следующие это у нас мечи. Это у нас алмазная сабля. И также алмазный меч. Они у нас выглядят как-то так. Хотели добавить во время алмазной обновы, но почему-то не добавили. Я бы хотел иметь вот такой меч и вот такой меч. Кстати, вроде бы у нас появился Драгон Слейер, который выглядит похожим образом. Прикольно. Следующие это у нас рубиновая перчатка, которая совсем не похожа на рубиновую перчатку. Это никак не похоже на перчатку. Но это также хотели добавить, когда была пустынная обнова. Я не знаю, что она должна была делать. Следующие это луки. Вот 4 лука, которые не добавили. И также 2 стрелы. Эти луки из себя представляют луки в стиле Скайблока. Первое это у нас вот такой вот кристальный лук. Выглядит он просто прикольно. Я не знаю, мне он не особо нравится. Следующий это рубиновый лук. Я надеюсь, что добавят этот лук когда-нибудь скоро. Это очень сильно похоже на старый стиль Скайблока. Как они делали всё. Следующий это у нас лук с шипами. Выглядит вот так прикольно. И это у нас кристальный лук 2. Мне вот этот лук очень сильно нравится. Он просто прикольный. Далее это у нас красная стрела, синяя стрела. Продолжаем с предметами. Это у нас деревянная лопата. Выглядит также в старом стиле Скайблока. Я обожаю этот стиль. И она должна была выйти во время обновы с квестами. Я не уверен. Либо же во время обновы с вошингами. Я не могу это доказать. И также это у нас железная лопата. То же самое, что и деревянная лопата. У нас кстати появилась каменная лопата. Не знаю, может быть у нас появится железная или деревянная. Хотя в лопатах особого смысла нет. Ну просто добыть клады и всё. Следующий это у нас тест лейки. Это вот такой вот блок. Я не рофлю. Он у нас реально есть в игре. Либо же был в игре. Его просто убрали. Но просто вот такой вот предмет. Я не знаю, что он делал. Поэтому я ничего не могу сказать. И напоследок это у нас саженец бамбука. Разработчики хотели добавить саженец бамбука. Но что они сделали. Это у нас работает как тростник. Мы ставим сюда блок. И со временем он у нас просто вырастает. Я буду стараться обновлять этот плейс. Не знаю, раз в месяц. Раз-два в месяца. Если что-то появится новое. Я скорее всего сделаю здесь просто второй ряд. Как-то так, да. Обязательно чекните эту игру, если вы хотите посмотреть на все эти предметы сами. Если кто-то хочет снять по этой игре видео, то можете снять. На самом деле, я не против. Ну, а это был Криклуб. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока.